Всего лишь два месяца отделяют сегодняшних 11-ти классников от их очередного статуса – абитуриент. Очень важно выбрать специальность, которая будет не только интересной, но и востребованной. Если с предметами, которые планируются к сдаче на вступительных экзаменах, уже более-менее понятно, то с выбором профессии не все так просто. Именно поэтому уже не один год Брестский государственный университет имени Пушкина проводит ярмарку специальностей, в рамках которой ребята могут напрямую задать интересующие вопросы преподавателям и студентам факультета. Меня пригласила моя классная руководительница, сказала, что придите, посмотрите. Тут реально очень интересно. Подошла я к биологическому факультету, они выезжают, делают всякие разные интересные опыты. Конечно же, в своем большинстве на таком дне открытых дверей школьники из Бреста и Брестской области. Ребята ценят то, что за качественным высшим образованием не нужно уезжать далеко от дома. Хотя с каждым годом все больше в ВУЗ приезжает иностранных абитуриентов. Мы делаем профориентационные мероприятия за рубежом. Используя потенциал образовательных выставок за рубежом. Так, например, мы участвуем в образовательных выставках в Китае, в Туркменистане, в Азербайджане и в ряде других стран, где каждый ВУЗ, не только наш университет, представляет свои возможности для получения образования. И второе направление хорошими профориентаторами, если можно сказать, являются выпускники наши уже, хотя они иностранные студенты, но наши выпускники, которые окончили университет, приезжая к себе на родину. Они говорят о том, что получить качественное образование следует Беларуси. 26 специальностей дневной формы, 12 заочной, первая ступень высшего образования, 12 профессий, магистратура. Перечень для выбора довольно большой. Традиционно особым спросом пользуются направления, открытые недавно. Несколько лет назад открылись специальности логопедия на социально-педагогическом факультете, компьютерная физика на физико-математическом факультете. И вообще самая главная направленность – это готовить специалистов, которые будут востребованы в регионе. Это не говорит о том, что наши специалисты не распределяются и в другие области, но в первую очередь мы хотим, чтобы они были востребованы у себя на малой родине. Те абитуриенты, которые не смогли побывать на дне открытых дверей в Пушкинском университете, могут обратиться к официальному сайту вуза. В отдельной вкладке есть вся информация о нюансах поступления и предлагаемых профессиях. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Чербант, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.